Я не знаю, а что случилось? Это кто там, адвокат или кто? Я не знаю, а что случилось? 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 Продолжение следует... 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 Что он? Он педагог, он академик, он доктор наук, он историк, он золотой человек. С него пылинки надо сдувать было, а мы его туда потеряли. А сегодня не хотите даже прийти и поддержать. Стыд и позор, вот что я хочу вам сказать. Я одна за вас не могу говорить. Идите, выражайте свои взгляды, свое мнение. Неужели вам так хорошо живется всем? Живите дальше, через месяц и три посмотрим, как вы запоете все. Подождите. Правильно. Бойцы диванные, правильно. Свободу Николаю Николаевичу. Сыкуны диванные. Санказаны, да. Лайки, поцелуйчики, флажочки там. Мы с вами. Вот с нами, кто вот это, вот это с нами. А тот, кто на диване сидит, это не с нами. Бойцы диванные. Вы здесь нужны. По лакошке на последний час. Сейчас его на 10 мест упрекут, а вы все дома сидите. Сторонники. Прямо, вот, так. Пойдем. Прямо, вот, так. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Давно эфир идет, надеюсь, редакция видит. Не могу ответить, потому что у меня руки в перчатках. Ну, в смысле написать текст. Добро пожаловать в Казахстан! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Которому сейчас Следственный комитет предъявляет обвинение. Он всегда призывал действовать мирно в рамках закона, но власть пытается подать, что он призывал действовать немирно и не в рамках закона. Продолжение следует... Сторонники у него в основном старшее поколение, которые думают, что при социализме жизнь будет лучше. На самом деле социализм это всегда смерти колод. Это всегда репрессии. Только рыночная экономика и капитализм это свобода и порядок. Рыночек порешает. Ужасный ветер просто вообще продувает все кости. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 В чате пишет Александр Фокер, а в это время дети голодают сидеть, лучше позаботиться о них, чем ходить на них. Так дети и будут голодать сидеть, если вы не будете менять власть, как бы. Если у вас конкретно там где-то голодают дети, нужна нормальная сменяемость власти демократическим путем, а не то, что происходит сейчас уже 20 лет власти дед. Субтитры создавал DimaTorzok Активисты говорят, что ходят слух, что Платошкина вывели через другой выход. Мне кажется, могли теоретически, но зачем? Чтоб тут сторонники стояли до ночи, что ли? Вряд ли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Говорят, что увезли. А кто говорит? Чё, увезли? Да, да, да. Говорят, что увезли, да? Говорят, что Платошкина уже вывезли через другой выход. Ну, как-то странно. Они, наоборот, должны были здесь, чтоб сторонники разошлись, как бы. Для чего? Говорят, что увезли. Да, да. Вроде говорят, что его уже увезли через другой выход. Вон там мужику кому-то позвонили, сказали, что его увезли через другой выход, типа. Сейчас идти в Хабаровск, потом меня в эфир. Чего, мы прощаемся сейчас? Хорошо. Это имеет место быть, если сам. Да. Второй выход, где? Вот этот тот, кто вам сказал. Сейчас. Уточняю. Уточняют информацию. Уточняют информацию. Пока ещё не точно, да? Говорят, что Николая Николаевича. Являла, окричательный, или Николай Николаевич. Сейчас, кто-то представляет по образу. ждем подтверждение информации вроде как говорят что вывезли через другой выход но мне кажется это странно что они могли вывести через собой выход но сторонники начали расходиться потихоньку потому что прошел слух что он это не то ложная тревога все ожидания чего говорят вы внутри я другой мужик говорит что он еще внутри положено информации ну да я думаю конечно не стали вы вывозить через другой выход вывели здесь чтоб сторонники увидели его и потом разошлись зачем мы упрятать и других муазь и мышек в текущий момент будет кармин но по альманской улице Жёсткий ветер Здорово, ты чё тут? Что? Ты Кулатошкина? Нет, слушай, я на обед, я тут работаю на левочке А, да? Понятно Прямой эфир, это снимает сходки От соток? От активатики Да Понятно, ну вам хорошо меняется Ага, давай, ну Я перезвоню Я перезвоню, хорошо? Что там? Уважаемые граждане Ставьте место для прохода граждан Ага Уважаемые граждане Уважаемые граждане Это всё-таки дело Действительно пойдёт С адвокатами С адвокатами С адвокатами Преследование 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 Если Ему Дают Предъявляют обвинительное Вручают его Всё дело Средство закончилось Дело будет передаваться в суд Это Порядок такой Уголовно Профессуальное Дай его в терпение Дай его в здоровье Но вообще Когда-нибудь может в нашей стране Хоть что-то закончится Ну Когда люди встанут Выйдут И проявят свою гражданскую позицию Только тогда И никогда иначе Потому что согласно Конституции Носителем суверенитета И единственным источником власти Является многонациональный народ И люди это должны помнить Знать Выходить И отстаивать свои права Конституцию Кто? Кучка 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 это временно Там находится Пока люди не осознали Свои права Которые им даны По Конституции Ну Надо осознавать И бороться Отстаивать свои права Которые даны По Конституции Президент же Гарант Постоянно повторяет Конституция Конституция А они что прописаны Чтобы отстоять Нужно объединяться Быть вместе Вот нас много Да Обменивайтесь Телефонами Мы собрали подписи Представьте Вы там По одиночке У нас никто и не услышал Конечно Только когда много Корочек подъем Они все делают Чтобы развести Все Семьи Разъединили Люди Живут в разных регионах Вынуждены Приехать в Москву Потому что здесь Какая-то работа есть Семьи распадаются Дети страдают Ну это вообще Ну это о чем Можно говорить Это уже не здоровье пошло Потому что это все На нервной почве Утром встают Встают Не знают Завтра будет Мы были уверены Мы уверены Сократят работу Не сократят А сейчас все сократили Закрывались Приятных Да На заводах Но везде там От начала до конца Никто не бегал Тогда был другой строй Вообще Строй понимаешь Сейчас совсем другой строй Николай Николаевич Об этом и говори Вот что Что такое хорошо И что такое плохо Вот только сейчас поняли Вот это То что сказал Маяковский Да В стихах в детстве Уже детям приливался Что такое хорошо Что такое плохо Крошка сын к отцу пришел Вот Вот А сейчас же уже Нет таких стихов Сейчас дети Совершенно подруга Взошли На другом Воспитаны Это надо ведь Греб 4 миллиарда Денег Вложил в мультфильм В смешарики Все Который Который Посвятил Через 5 минут Греб Что через 5 минут Выйдет Там какой то там Хрюшка Шарик Там с барашком Где они там На пеньках будут голосовать Такие деньги Говорят что через 5 минут Выдет Не полагаем Так Заберусь хрена крыльцо Оттуда лучше видно Чтобы Чтобы Все Чтобы Ничего подбежать Так Вот мы здесь Говорят что через 5 минут Может выйти Уготошка Как выйти Его сразу в машину посадят конечно И вывезут Ну Ну Хотя бы Дадут Покажут Наверно Чтоб сторонники то видели Сторонники Прямо возле дверей стоят Откуда он должен выехать Ладно Ладно Пойдут Я тоже к воротам Наверно Этого Нет Они здесь Нет Они здесь Значит, сейчас будут выводить. Уважаемые граждане, отойдите от ворот. Да, сейчас будут выводить, полицейские готовятся. Еще одна полицейская машина подъехала, но точно будут выводить. Так что, друзья, пропагандируйте рыночные ценности, рыночную экономику, капитализм. Это все хорошо. Социализм это всегда смерти голод. При этом я признаю Платошкина политическим заключенным как демократ. Я понимаю, что это обычный политический заключенный, которого посадили за убеждение за то, что у него есть много сторонников. Так, что-то машина куда-то съезжается, подъезжает новая. Так, что-то женщина вещает. Конечно, они будут тоже говорить одно, думать другое, делать третье. Они нам не товарищи, господа. Они не господа. Господь, это Господь Бог. Они мне не господа. Они мне сатанисты. Они не товарищи. Для меня они сатанисты. Не, ну черное называют белым. Ну это нормально? Нет, ты знаешь, как он придут, что он идет, а как бы он говорит, давайте... Это элементы безумия, полного безумия. А не знаешь, как поступают? Знаешь, вот как убивают две ваги. Одна красивее, другая и умнее. Спорят, спорят с людьми. Но ждем. Лучше подожду здесь. Здесь будет видно, сразу из ворота его выведут. Мне кажется, должны его показать общественности, что точно он уезжает. Иначе, как бы, хотя часть людей уже ушла, потому что кто-то пустил слух, что его вывезли через другой выход. Вот так вот. Так, че там? В ожидании. Сюда должна подъехать такая, ну хотя могут и в полицейской машине вывезти, он по домашним арестам. Но когда его привозили сюда, подъезжала такая черная машина Следственного комитета. Я думаю, что либо подгонят черную машину, когда его будут выводить. Либо на простой полицейской, которая вот чего-то ждет. Яндекс.Такси. За углом еще две полицейские машины. В ожидании. Говорят, что с минуты на минуту должен выйти. Но это не точно. Сначала кто-то пустил слух, что его уже вывезли через другой выход. Специально, видимо, чтобы сторонники разошлись. Какой-то такой мутный мужичок. Кстати, да, вот я заметил, что обычно кидаются в глаза эшники типичные, которые ходят на всякие там либеральные акции. А здесь вот таких прям типичных эшников не видно. Значит, сюда, скорее всего, внедряют именно таких же простых мужичков на вид из рабочего класса. Но тут такой какой-то крутился. Сказал, что ему сказали, что Платошкина уже вывезли через другой выход. Часть народу сразу ушли. И он ушел, пропал куда-то. На самом деле, адвокаты сообщили, что Платошкин еще в здании Следственного комитета. Поэтому ждем. Платошкин еще в здании. Такой ужасный ветер. У меня, видимо, в очередной раз была ложная тревога, что выводят, потому что сначала тут съехались какие-то полицейские. Три машины аж подъехала. А сейчас опять все спокойно. В общем, это тянется на самом деле давно. И еще много таких заседаний будет. Но все равно много людей. Но сейчас уже меньше было больше. То есть как бы для такого обычного рядового заседания Следственного комитета много сторонников приходит у него. Хотя я думал, что у него сторонники в основном в регионах. Склада все-таки побогаче горы, но нет. Ложная тревога, да, пока не выводят еще? Вон то не машина службы судебных приставов? Нет, то это тоже полицейская. Но мне кажется, по логике они должны его показать, чтобы сторонники-то разошлись как бы. Зачем его прятать? Хотя у них логики нет, да? У силовиков никакой логики нет. У них есть своя логика. Ага. У тебя не зимние кроссовки, да? Нет. Я и смотрю, ты ногами трясешь от холода. Довольно холодно, хотя вообще типа плюс один, но ветер такой прям до костей пробирает. ХИОС. Со мной вот что происходит. Все идут такие люди, что здесь происходит. Почему здесь так много людей? Даже вот сейчас мимо проходил один оппозиционер знакомый. Он такой, что тут происходит, никто не знает. То есть у Платошкина есть такое свое ядро сторонников и все. Многие его даже не знают. На самом деле я с ним, с его творчеством ознакомился, только когда его уже задержали и посадили. Но так как я человек правых убеждений, разумеется, мне не интересен. Никакой социализм, ни новый, ни старый. Но тем не менее, опять же, напомню, что Платошкин это политзаключенный. Я признаю его политическим заключенным. Его закрыли за его убеждения, за то, что у него много сторонников, за то, что он призывал активно бороться с путинизмом. То есть в прекрасной России будущего он бы просто создал свою политическую партию и конкурировал бы на выборах с теми же КПРФ. Но в ужасной России Путина, в лесу у тебя есть какие-то сторонники, власть чувствует за тобой силушку хоть какую-то, тебя закрывают в тюрьму. Проводят уголовное дело и т.д. Либо травят, как Алексея Анатольевича Навального вот взяли, отравили. Ждем, ждем, ждем. Надо купить себе зимние перчатки. Это уже не для эфира, это я так говорю. Мысли вслух. Иначе рука мерзнет уже. Зима. Так, так, так. Что тут у нас? Господа полицейские когда-то пошли. Они просто нужно патрулировать в любую сторону. Либо им сообщили, что еще не будут выводить, потому что они стояли возле ворот и ушли. Значит, пока еще Платошкина не будут выводить, потому что полицейские ушли от ворот. Ждем. Так, сменю руку. Так. Вот. Так. 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 так что вот дорогие друзья безысходность коронавирус пандемия поэтому сейчас никакой активности активности мало люди болеют многие многие боятся заболеть но и плюс полицейские ограничивают любые собрания а до выборов в госдуму осталось меньше года если бы не было никакой пандемии то уже бы за год до выборов проходили сейчас партийные съезды выдвигались примерные кандидаты какие-то политические мероприятия проходили сейчас все тихо из-за ковида ожидаем мы находимся на в районе бауманской улице недалеко от станции метро бауманская здесь располагается следственный комитет россии где сейчас полатошкину предъявляет обвинение точнее предъявляет и ну как предъявляет но ему дают ознакомиться с материалами дела это может тянуться очень долго это может тянуться очень долго вот вышли еще полицейские видимо что-то будет сейчас либо они просто пошли погреться а полицейские возвращаются все замерзли все замерзли все-все-все Продолжение следует... Продолжение следует... Уважаемые зрители, все те, кто нас смотрят... Да, друзья, мы находимся возле Следственного комитета. Да, да... Люди мерзнут, ну реально очень холодно. Стоять на месте, Павлатошкина еще допрашивают. Так, так, так... Мне тут звонят... Я не смогу принять звонок, хотя мне звонят активисты, может быть... Сейчас на секунду прерву трансляцию, чтобы посмотреть, что мне там пишут. Вознобновляем трансляцию, все видно и слышно. Напомню, что мы находимся возле Следственного комитета, где сейчас предъявляют обвинение Николаю Платошкину, которого обвиняют в якобы то, что он призывал каким-то незаконным действием. Хотя он всегда призывал действовать только в рамках закона. Николай Платошкин, политический заключенный. Смотрите, спонсорами. Будем благодарны любой вашей поддержке, ведь мы развиваемся только благодаря вам. Много этих, молодец. Есть какие-то новости? Нет. Никаких новостей пока нет. Значит, он еще в Следственном комитете. Следственный комитет. Да-да-да. Тут кругом полицейские. Вот Платошкин. На листовке. Свободу Платошкин. Мерзнут, но ждут уже вон там деды. Ноги отморозили все скоро упадут, но ждут до последнего. Канал Руси Юз в прямом эфире. Вот рядом со мной мой коллега. У тебя батарея еще не села? Моя батарея всегда батарейские батареи. Отлично. А то мне как раз просто писали из редакции. На самом деле очень плачевно все. На морозе техника садится очень быстро. Ну да. И руки садятся, и тело. А, ну да. Я сегодня, конечно, нашим зрителям не очень-то это интересно. Но посадил. Да, друзья, ждем. С моря погоды. На месте стоять холодно. Сейчас я перчатку надену на вторую руку, чтобы сменить руку. Немного камера потолесется. Вот так вот, уважаемые. В путинской России, как только ты набираешь какую-то медийную известность, если ты занимаешься политикой, тебя сразу же ликвидируют. Либо травят, как Алексея Анатольевича, либо убивают, как Бориса Немцова, либо кидают в тюрьму. В том числе Платошкин, политический заключенный. Свободу полиции включен. Полицейские спят в машине, но, значит, еще не будут выводить. Устали. Разлеглись, реально опустил кресло и лег, спит. Так что нет информации. Когда он выйдет, хотя вон полицейские что-то вышли. Может быть, они услышали в трансляции, что они говорят, что они спят. Вон машина Следственного комитета уехала. Что, страна занимает? Что, страны не будет? Не, ну а что, они этого не понимают. Вон, что-то полицейские ходят. Непонятно. Да, наверное, полицейское начальство просто смотрит нашу трансляцию. Услышали, что мы сказали, что полицейские спят. И все, они перестали спать, сразу же сели. Хотя, может быть, и полицейские сами смотрят нашу трансляцию. И поэтому проснулись. Что-то будет... Что-то полицейские готовятся. Не исключено, что скоро будут выводить. Выводить. Может быть. О, фонари уже зажглись. Вечерело. Смеркалось. Смеркалось. Надо действовать в рамках закона на выборах. Разумеется, что выборы фальсифицируют. Разумеется, что это никакие выборы. Но, тем не менее, надо идти и голосовать против Единой России. Опрокидывать их на выборах. Это получилось сделать на выборах в Мосгордуму. Это получилось сделать в регионах. В Новосибирске в том же сейчас пришла мощная команда. В Томске, в Горсовет. Причем люди даже из команды Навального смогли пройти. То есть, если где-то есть люди от команды Навального, надо в первую очередь голосовать за них. За либералов. Если есть кандидаты от Парнаса, от Яблока. От партии 5 декабря. Не, похоже, еще не уходят. Полицейские опять уходят. Такая ложная тревога все время. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Они здесь специально катаются через каждые пять минут со всех сторон. Вот она, машина Следственного комитета России. Нет, она проехала мимо. Ждём, ждём, ждём. Так, сейчас переменю руку, чтобы согреть... Не хватало ещё, чтобы пошёл дождь. Продолжение следует... Уважаемые зрители... Продолжение следует... Уважаемые зрители, мы в эфире. Всё видно и слышно. Мы находимся возле Следственного комитета России, где Николаю Николаевичу Платошкину предъявляют обвинение. Это будет тянуться, наверное, несколько дней, разумеется, не сегодня, только он должен ознакомиться с материалами дела. Это может долго тянуться, но, тем не менее, тянется прямо сейчас. На улице ужасный холод. Холодная осень 2020-го. Продолжение следует... Прекрасная идея открыть напротив Следственного комитета кафе. Это замечательная бизнес-идея. Если кто-то меня сейчас смотрит из предпринимателей, вот, откройте в этом здании кафе, там у вас будет большой поток, люди будут сидеть, пить кофе, когда вот ждут здесь какие-то сходы, как бы, и так далее. Идея для стартапа. Я в прекрасной России будущего тоже открою антисоветскую чебуречную. Там будут портреты Каучака, Врангеля и так далее. То есть, как бы, коммунистам вход запрещен, будет висеть табличка на входе. Вот машина Следственного комитета. Вот на такой машине и привозили сюда платошки. Во, не исключено, что это за ним. Вот на такой машине вы и привозили, да, по-моему? Нет, нет, нет. Нет? Ну, привозили зеленый посуденный пристав. Ага. Ну, черный тоже, да? Нет, нет, зеленый просто. Да. Да, это очень холодно. Очень холодно. Черезвучайно холодно. Все журналисты в первую очередь говорят о том, как холодно. Дирекция какая-то подъехала. 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 и власть, и все. Люди мерзнут, но ждут. Холодно. Ожидаем, ожидаем. Лихой фонарь, ожидание мотается, и все идет по плану. Все идет по плану. Да. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Женя, мне все Андрей звонит, а я ему не могу ответить, у меня прямой эфир Ты ему не можешь, у тебя нет второго телефона Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Нет, там что дальше? Это пешку прогуляться. Холодно. Ну и при этом я признаю Платошкина политзаключенными. Я говорю, Платошкин политзаключенными, он должен быть освобожден. Его закрыли за его убеждения. То есть в прекрасной России будущем он сможет создать партию и в рамках закона участвовать в выборах и так далее. Но при этом социализм это смерть и голод. И надо провести иллюстрацию и декоммунизацию. Осудить преступный советский режим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Swing Пишите в чат ваши вопросы, подискутируем. Люди говорят, что он все еще там находится, в следственном комитете с адвокатами, мучают старика. Мучениям. Так что, уважаемые зрители, пишите свои вопросы в чат. Пообщаемся, задаем вопросы, обсудим актуальные политические темы. До выборов в Госдуму, напомню, осталось меньше года. Обязательно идите на выборы, призывайте всех идти на выборы. Надо голосовать против Единой России и против завуалированных единороссов. Наверняка будет там куча выдвиженцев, потому что Единая Россия знает, что у них рейтинг ниже Плинтуса. Они будут выдвигать самовыдвиженцев, в кавычках. Сторонники Платошкина уже замерзли, многие уходят. Все меньше и меньше остаются. Но специально его будут держать до вечера. Изначально их тут было много, и его будут держать, пока все не замерзнут. Мне останется здесь совсем пять человек, и тогда выпустят. А на улице холодно. Кальт. Так вот. Полизятся выборы. Я думаю, ближе к выборам мы поймем политические расклады. Кого допустят, кого нет. И там уже в том числе умное голосование. Регистрируйтесь в программе умное голосование Алексея Навального. Найдете ссылки на его сайте, либо загуглите умное голосование. И вам придет уведомление, за кого голосовать на выборах. О, дискуссия. Вы не правы, тот пишет. Не, дискредитировать левое движение дело благоугодное. При этом я не, я говорю Платошкина, я признаю политическим заключенным. Но я сам правый, я сторонник капитализма. Я сторонник рыночных ценностей. Радикальный рыночник. Сторонник того, что государство должно быть вообще минимум. У него должны остаться только охранные функции. И все. Абсолютно свободная рыночная экономика. Рыночек порешает. А социализм это всегда смерть и голод. То есть это нищета, убогое существование. Вот тут про Советский Союз. Мы ездили на север работать. Жили в убогих условиях. Сейчас спокойно ты можешь. Даже вот при этом, таком плохом, при воровской власти, капитализм в любом случае лучше. А если бы у власти не было вот этих жуликов и воров, мы бы сейчас жили уже как Норвегия. Даже лучше, как... Ну, как лучше, чем скандинавские страны мы бы жили сейчас. Поэтому социализм это всегда нищета, смерть, голод. Не было каких-то элементарных вещей. Женских прокладок не было. Там туалетной бумаги. Все это надо было искать, как бы. Вот, даже что просто купить. Сейчас спокойно ты идешь в любой магазин, покупаешь, не паришься. Вместо овощей гниль всякая лежала, как бы, на полках. Сейчас, пожалуйста, пошел, купил себе свежие фрукты, овощи. Нормальное западное печенье. До вот этих тупорилых путинских контрсанкций было больше порядочных западных продуктов, как бы. Сейчас хуже. Качество упало. Из-за путинского импортозамещения. Люди так же все стоят и ждут в ожидании Николая Николаевича Платошкина, который, как я напомню, является политическим заключенным. Я признаю Платошкина политическим заключенным, несмотря на то, что я человек правых убеждений, рыночник, либерал убежденный, правый либерал. В чате пишут, не путай 90-е советские годы. Ну, как это можно путать? Благословенные 90-е. Я 90-е благотворил. Вы что? 90-е это прекрасное время, когда, наконец-то, пах богомерзкий совок. Люди смогли заниматься предпринимательской деятельностью. Люди смогли покупать нормальные машины, нормальные продукты. Пришли Марс. Я помню, как в детстве, как раз в 90-е, начало 90-х, я объедался западным шоколадом, сникерсами, твиксами. Мне купили первую Дэнди, потом Сегу, потом Сони Плейстейшн. Все, западный мир, наконец-то, пришел к нам. То есть, запад это кайф, это свобода. Это шикарное время, 90-е. Это спасибо Егору Тимуровичу Гайдару. Прекрасной России будущего. Будем сносить памятники Ленину и ставить памятники Егору Тимуровичу Гайдару. Порядок был. Люди начали заниматься бизнесом. Просто многие не смогли перестроиться и начали жрать водку. Так вы не пейте водку, и все будет хорошо, как бы. Вот. Люди смогли позволить себе жить, как бы, хорошо. в благословенные 90-е. Спасибо за это Егору Тимуровичу Гайдару и рыночной экономике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егоровичу Гайдару. Мы с вами же дискутируем на политические темы. Просто пока ждем Платошкина, пока нечего показывать. Давайте подискутируем. И при этом, я говорю, я признаю Платошкина политическим заключенным, потому что я демократ, я считаю, что как бы нельзя садить людей за убеждения, кидать в тюрьму, как бы, разумеется, в прекрасной России будущего он сможет официально зарегистрировать свою партию, участвовать в выборах и так далее. пишут, какой же вы странный. А в смысле странный-то? Ну, все нормальные люди, как бы, они за капитализм, разумеется, потому что это свобода, это изобилие продуктов, это порядочная жизнь, как бы. Солок — это нищета, разруха, голод, отсутствие, там, элементарных каких-то вещей, там, женских прокладок, туалетной бумаги, хороших автомобилей, хорошей техники, как бы, ничего этого не было. Убогий телевизор, все убогое, как бы. Западный мир нам принес технику, Западный мир нам принес автомобили хорошие. Вообще, все нам дал Запад. Вы выучили текст, так вы задавайте другие вопросы, я вам отвечу на них. Я говорю, что капитализм — это кайф, это свобода, рыночная экономика. «Аккурс, ты зачем здесь встаешь?» «Аккурс, ты зачем здесь встаешь?» «Аккурс, ты не знаю, как приказали, как там вот здесь, а вот там…» «Не, мне еще удивляют сторонники сцены, которые говорят, что там сейчас, да, это в советское время вас бы вообще задавили, если бы вы высказывались недовольством действующей партии, если бы вы критиковали курс, то есть за любую критику партии вас бы закрыли, если бы вы высказывали либеральное мнение, и так далее. Сейчас-то еще, слава богу, остались какие-то сочатки демократии, которую нам дал Ельцин, поэтому сейчас можно хоть что-то высказывать. Я ему предупредил, он бы сказал, что он говорит, богу, что он не делает, что он не делает. Он бы сказал, что он не поцелали, там, того же взять иного как-либо. Сейчас вас будет картины, да, пап. Пишут, похоже, вы не знаете, что происходит в России сейчас, где вы живете, в Москве я живу, если я веду трансляцию из Москвы. Я прекрасно понимаю, что сейчас происходит, то есть я выступаю против путинизма, я же говорю, я против Путина, разумеется, как и любой порядочный человек против Путина, но и против совка, как бы совок это еще хуже. Любой капитализм лучше, просто надо вообще делать минимум государства, государство главный враг, запомните это. Свободная рыночная экономика, и будет порядок, как бы. Тут пишут, я рос в Советском Союзе, чувствую себя свободно. Ну что, вы, вы, потому что не боролись против, вы бы попробовали покритиковать советскую власть. Куча диссидентов сидела по тюрьмам. Это даже если мы берем поздний СОО, как бы, а в ранний, там, в какое-нибудь сталинское время, людей просто убивали массово. Были массовые расстрелы и репрессии. Я думаю, вы не будете отрицать репрессии. Их даже в 60-е уже признали, как бы, при Крущеве. Меня тут сравнивают с Гайдаром. Это большая честь для меня, потому что, ну, Егор Тимурович Гайдар, это уважаемый человек. Говорю, мы будем ставить памятники на месте памятников Ленину в прекрасной России будущего. В 90-е много людей обнищало, я это не отрицаю. Но они обнищали из-за чего? Из-за того, что они не смогли перестроиться. Многие начали пить и так далее. Но большинство перестроилось спокойно, как бы, начали вести бизнес, начали устраиваться, работать к предпринимателям и так далее. Разумеется, было много всего плохого, там, криминал и так далее. Но, тем не менее, пришел рынок, а рынок это свобода. И, как бы, началась у людей, люди поняли, что такое жизнь вообще. Люди начали путешествовать по миру и так далее. При этом я понимаю, что в регионах жизнь плохая, особенно в маленьких городах до сих пор. Люди работают за копейки. Так, я говорю, государство, особенно путинское государство, это вообще главный враг. Государство главный враг. Государство должно быть минимум. Дать людям полную свободу, экономическую свободу и все. Люди должны сами распоряжаться своими деньгами. На месте Ленина будут стоять памятники Каучаку, памятники Врангелю, Деникину, Гайдару. Не было никогда ничего бесплатного. Запомните, государство просто забирало львиную долю денег у народа, платили нищенские зарплаты и все. Как и сейчас нет ничего бесплатного. Вся медицина и образование за счет наших налогов. Бесплатного ничего нет. Просто на самом деле надо вообще отобрать это все у государства. Как бы все должно быть частное. Мы не должны платить никаких налогов. Все налоги должны оставаться у нас. И все. И сами вы распоряжайтесь своими деньгами. Ходите в частные школы, ходите в частные клиники и так далее. Частное всегда лучше государственного. Запомните это. Недалекие люди это сторонники социализма как раз. Учитесь, ведущие. У меня прекрасное высшее образование. У меня даже два образования. Вот. Уважаемые зрители, вот с этими девушками мы с пол-одиннадцатого как минимум. Некоторые люди здесь находятся с пол-одиннадцатого. У нас смотрит Новосибирск, смотрит Воронеж. У тебя в чате видно? Нет, у меня не видно. А, я думал, у тебя пишут типа там. Мне звонят тут и говорят, что мы вас смотрим. А. Я не знаю, что там в чате вообще пишут. У меня один процент зарядки. Я стремлюсь, чтобы увидеть Николая Николаевича Платошкиной. У меня там дискуссия идет как-то. Ну, там вроде говорили, как через сорок минут машина должна быть. Ждем. Ну, я так понимаю, что сорок минут, это навряд ли, потому что это пасква, это час пик, это пробки. В чате пишут, а ты хотел учиться, лечиться, отдыхать за счет государства, еще много баблат зарабатывать. Ну, ты красавец. Я выступаю, говорю, против налогов, как бы, вообще, в принципе, против вмешательства государства в частную жизнь. Все, сам хочу распоряжаться своими деньгами и все. О-о-о, у меня заряд аккумулятора на ноле практически. А сколько я здесь нахожусь-то? Что-то странное. Так, друзья, ну, я буду завершать трансляцию, потому что у меня садится батарея, ее надо как минимум подзарядить. Спасибо всем, кто смотрел. Платошкина, я считаю, политзаключенным. Напомню об этом, что в прекрасной России будущего, разумеется, он должен быть на свободе, создавать политические партии, участвовать в выборах. Вот, идею социализма, я считаю, убогой. Социализм это смерть и голод. Слава капитализму и рыночной экономике. Да, так я анархокапиталист. Вот тут пишет, это называется анархия. Конечно, я анархокапиталист. То есть, рыночная экономика, никакого государства и все. Вот это и будет порядок. Анархокапитализм только и есть свобода. До новых встреч. Субтитры подогнал Игорь Негода.